Всех приветствую на мелом! Сегодня новый сорт в ассортименте, это сорт Орликино. Не знаю, как правильно его называть. Орликино, Орликино. Я называю Орликино. Так, давайте по описанию, да? У меня нет его описания, он появился совсем недавно, в принципе, в продаже везде. Поэтому он очень напудренный, прям вот очень-очень-очень, да? Я, как всегда, довел до идеальной просушки. С виду я не могу сказать, что в нем есть какие-то либо вкрапления. Я его уже попробовал. Ну, а теперь давайте по описанию уже и вкусу. Откусывается он очень легко, как и у сухих, допустим, сортов. Да, это, кстати, сухой вроде бы сорт, но небольшая песочность в нем присутствует. Возможно, это песочный сорт, потому что, когда мне приходят сухие сорта песочными, они какие-то невкусные. Но когда приходит песочный сорт песочный, он вкусный. Но это не как, не знаю, Халки, допустим, Афколия, да? Вот такие песочные сорта. Да нет, он не подобный. Он скорее к кокосу, либо к тюменскому. Вот что-то из этого рода. То есть грубая такая, хорошо держащаяся, долго крупинка. А местами будто и вообще кушаешь обычный сухой сорт. Поэтому, да, это вот как есть глиномел, это смесь глины и мела, да? То есть он еще жирнее, чем просто жирный сорт мела. И, допустим, еще сухой и песочный. Так вот это какая-то середина между сухим и песочным. Здесь вкус такой же по белке, как вот, допустим, белую гору, когда кушаешь, да? Ну, хотя... Опять же, в разрезе он такой прям звонкий. И прям чувствуется, что этот сорт именно песочный. Он в разрезе, как сказать, звонкий из-за того, что он рыхлистый такой, рыхлый прям. Грубый я бы вот так вот правильнее сказал. По поводу также вкуса, немножко ощущение того, что он сластит. Есть, как и сказал, побелка, чувствуется хорошо. В целом, стандартный меловой вкус. Я почему сравнил, допустим, с тюменским? Потому что тюменский намного грубее идет, но и тверже. Но были поставки, когда тюменский такой приходил. Поэтому могу сравнить с ним. Для меня, не любителя песочных сортов, даже тот же тюменский, вот он чувствуется вкус вот этот. Почему я и сравниваю с тюменским или кокосом, да? Я не могу много их скушать. То есть, раньше мне нравились все, допустим, сорта. Или же, к примеру, сухие только, да? И я их прям любил очень сильно. Возможно, потому что начал изначально кушать чисто тюменский. А сейчас, когда у меня большой, огромнейший ассортимент, около 150 всего сортов, я не могу много скушать тюменского. Ну, а вот тут откусил, нету уже побелки. Он сам по себе, вот про тюменский я говорю, он идет безвкусный такой немного. В нем чего-то не хватает, вот этого именно классического вкуса мелового. И вот, с одной стороны, здесь откусываешь тоже, есть побелка, классный, вкусный сорт. А с одной стороны, вкусаешь и немножко безвкусится. Ну, тоже непонятненько. Но крупненько хорошая, долго ежется. Поэтому для любителей сухих сортов, им, возможно, понравится он частично, да? Для любителей песочных сортов, особенно тюменского, он прям зайдет. Как всегда, подробное описание будет под роликом, потому что там я уже из разных источников добавляю информацию. Ну, естественно, по своему вкусу, что я почувствовал. Где-то вам не назвал, но почувствовал, это не смог, допустим, сообразить, как это правильно сказать. Не понимаю немножко людей, которые пишут в комментариях, что люди же это покупают, едят. Поэтому, если вы не глотаете, так вы говорите об этом. Мне интересно, подобного жанра ролики, они у меня вообще на канале смотрят. Ну, то есть, они зашли, ага, асмр ролик, а он не глотает, но всем советуют. И опять же, если я, во-первых, никому ничего нигде не советую, то, что именно покупать, есть, кушать, проглатывать его, да? Я вам просто рассказываю свои вкусовые ощущения. А уж то, что это вредно, я думаю, каждый, там, милоежка или глиноежка, да, знает это. Вот опять немножко, вроде и сластит, а вроде бы и скусится. Потом многие спрашивают, есть ли у меня проблемы какие-то там с желудком и так далее. Но я думаю, если кушать столько мела, сколько я ем, они будут у всех, но вообще, я стараюсь пить очень много воды во время и после поедания мела, чтобы желудку было попроще и часто ходить в туалет. Иначе, иначе будет действительно плохо. Ну вот, если бы была такая шкала твердости, допустим, 10 это максимум 1, это слабо. Если мы берем в эту шкалу сорт стеклянный, он определенно занимает десятку, то в такой шкале, допустим, сорт тюменский был бы примерно, занимал бы, может быть, шестое, наверное, место. Глинамел, козье молоко, либо же подвислое, был бы где-то на восьмом месте. Подобные сорта, и именно этот сорт, ну, занимает примерно третье где-то место. Но, если мы убираем стеклянный, я сужу уже по своему ассортименту, да, то подвислое бы или козье молоко бы занимало десятое место. Потому что стеклянный, он, блин, не приходит, каким был. Это очень печально, потому что это был самый твердый мел, не только у меня, но и в целом. Ну, нет больше подобного сорта, настолько твердого, что от такого куска это примерно тысяча процентов, что вы не сможете ничего откусить. А вот, допустим, вот, это вот максимум, да, от которого кусочка, от сорта стеклянного, вы сможете откусить. Ну, возьмем даже глинамел, козье молоко, учитывая, что, ну, от такого куска он сложно тоже откусывается, но реально, там невозможно просто от такого куска откусить. Я был в шоке, что, вот, думаю, это мел такой из, что у него различается с обычным каким-то другим кусковым мелом, что он настолько твердый, почему, от чего это зависит. Также для тех людей, которые пишут, что я его не глотаю в целом, не в том дело даже, что здоровье и так далее, а просто он не глотает. Да, смотрите, подобного жанра ролики, вот, не знаю, как остальные, да, но у меня именно подобная тематика, где идет описание, я не обрезаю ролики, ну, стараюсь, по крайней мере, но вот в этом все идет вроде как хорошо, никто нигде не сверлит, ремонт не делает, на улице шума огромного нету, сильного, поэтому этот ролик тоже полностью загрузится. Будет в начале обрезка, когда я включаю камеру, соответственно, и в конце, когда я ее выключаю. Ну, попробуйте здесь найти момент, когда я попробовал куда-то где-то сплюнуть, картинка не совпала или еще что-то подобное, в общем, не знаю, смешно с таким комментарием. Давайте мое заключение по данному сорту, в общем, сорт, представляете, забыл, как это называется, Орликино, Орликино, пусть будет сорт Орликино, не так проще, ну, а там уже кто как назовет, да, писаться-то будет одинаково, в общем, этот сорт очень пыльный идет, он легко откусывается, по шкале твердости это тройка, вкус у него немножко сластит, побелочный присутствует вкус, местами есть без вкусица, он без вкраплений, ну, собственно, вот как-то так, будете, если его ломать, он будет просто крошиться. В разрезе, или вот, допустим, вы там откусили, вот это вот чистое место, вот у той грани, откуда вы от какого куска откусили, оно такое шуршавое, жесткое, потому что это все-таки песочный сорт, но это песочный сорт, один из жестких сортов, то есть есть такие, как, допустим, атаман, хотя атаман тоже легким таким считается песочным сортом, наверное, все-таки сорт Халки, Асколье и Халва, вот он с ними схож, но этот поинтереснее, вот в тех сортах еще попадается вот эта вот, как сказать-то, всякая ерунда внутри мела, это даже не вкрапление, а жесткость, не жесткость, комочки какие-то, которые не прожевать, придется их выплевывать, вот этот чистый, конкретно песочный, чистый, легкий сорт, любители, думаю, найдется у него много, вот смотрите просто, насколько он сильно марается, да, лавка была полностью чистая, это, оп, просто, насколько же сильно он замарал, это же жестко, давайте я могу даже, вот эта рука чистая, да, вот мы отряхнули, кто-то может быть подумал, что я специально пыли сюда насыпал, вот я отряхнул его, плюс ко всему, я здесь только что рукой еще вытирал, еще раз пальцем этим вытеру, вот палец заморан, остальное все чистое, давайте смотреть, о, ну вообще, просто максимально марки, а поэтому за заказами я жду всех в описании, там есть ссылочки на группу ВКонтакте, потому что, ну вот сколько бы ни говорил, да, кстати, на удивление, никто еще не жаловался на то, что в каждом ролике практически я говорю, как заказать можно, и для меня это, с одной стороны, удивление, с другой стороны, для меня удивление, когда в комментариях много и часто пишут, где можно заказать, ребят, в группу ВКонтакте, меловой, номер для заказа в WhatsApp также есть в описании, в общем, я жду всех там, если для меня вот этот сорт, допустим, очень-очень марки, да, ну, один из самых марки, и самый марки, я не знаю, как хотите, наверное, один из самых, потому что много очень подобных, то самый не марки, сорт из кусковых, давайте будем брать сухие, жирные сорта, глинамелы и песочные, да, наверное, все-таки песочные останутся самыми марками, самые не марки, это, думаю, глинамел, тоже козье молоко, хотя, наверное, подвисло и самый не марки, как-то так, в общем, скоро будет, как и в предыдущем сорте козье молоко, будет такой же красивый, красочный АЦМР ролик, в общем, ждите, потому что с этим сортом, думаю, получится подлинше заснять, там все-таки он очень жесткий, там прям зубу стоит, когда кушаешь, здесь поинтересней, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok